Музыка Сейчас мы с вами займемся посадкой азарины. На дно нужно насыпать вермикулит. Он очень влагоемкий. И с ним мы избежим излишней влаги. Вот такой вермикулит я использую. Его уже можно убрать. Наверх насыпаем земли. Немного утрамбовываем. Оставляем место для воздуха. То есть не под самые края. Проливаем ее. Берем зубочистку. И мокрой зубочисткой укладываем семена. В два ряда по пять штук. Для лучшего скрепления с землей я сверху совсем чуть-чуть сбрызну фульверизатором. Совсем чуть-чуть. Вот этого будет достаточно. Накрываем. И ждем всходов. Я взглянула в коробочку, где были посеяны пять семян вот этой азарины. И увидела, что кроме того, что вырос один росток, сегодня утром тоненькие ниточки я увидела. Проклюнулись еще семена. И вот один даже сегодня раскрыл листочки. То есть мы будем сейчас наблюдать за двумя контейнерами с 10-дневной разницей. Эта азарина взошла раньше, а эта только посажена 1 марта. Я думаю, что в конце концов они сравняются и догонят друг друга. Но сейчас, в данный момент, я поставлю их на светлое место для прорастания. Сегодня 7 марта. Давайте посмотрим, что происходит с азариной, как она растет. И появляются ли всходы на азарине, которые мы с вами посеяли 1 марта. Вот это всходы от 20 февраля. Был когда-то один, самый первый сход, остальные 4 задержались. И поэтому немножко видна разница в развитии. Здесь появляются 2 настоящих листочка. Все остальные пока еще не показали этого листочка. Но все они здоровые, хорошо себя чувствуют. Единственное, что я сейчас сделаю, я совсем немножко подрыхлю. Потому что не любит азарина слежалую землю. Совсем немножко вот так вот подрыхлю. Добавлю буквально 1 ложечку песочка. Для рыхлости земли. И оставим ее подрастать. На стадии 2-3 настоящих листочков ее уже можно пикировать. Оставляем, пускай подрастает. Вот как выглядит азарина, посаженная 20 февраля. Сегодня 7 марта. Не очень быстро идет рост. Но тем не менее появляются настоящие листочки. Что же происходит с азариной, которую мы посадили с вами 1 марта? До сегодняшнего дня всходов не было. Я уже отчаялась, расстроилась. И решила предпринять попытку поставить ее в холодильник. Дни на 20-25. Сделать ей такое шоковое стрессовое состояние. Выйдя из которого снова попав в тепло, она бы пошла расти. Но сегодня я увидела, вот первый росточек появился. Поэтому я ничего не буду делать. Я закрою ее, поставлю и будем ждать сходов. Сегодня 15 марта. Посмотрите, какая выросла азарина. У нее уже первая пара листиков, вторая пара листиков. Здесь вторая только начинает расти. Здесь тоже вторая пара листиков. И вот только самая-самая последняя, самая последняя растенница, которая выросла, она имеет только 2 листочка. Но в любом случае настала пора пикировать. Для пикировки я приготовила очень нежное растение. Очень тяжело переносит пересадку. Поэтому я приготовила вот такие торфяные горшочки, из которых растение, не из которых, а вместе с которыми растение пойдет в землю, послужит дополнительным удобрением и не будет травмироваться корень лишний раз. Обязательно проливаем. Для чего я поставила в прямоугольные стаканчики, наверное, вы поняли. Для того, чтобы не переворачивалось. Потому что пока я занесла, пока вынесла, поставила, приготовила, три раза перевернула и землю высыпала. А в стаканчиках будет удобно. Поливаем точно так же, чтобы не нарушить корень. Ну и ничего нового. При необходимости земли подсыпаем, чтобы сильно не заглублять растение в нашу азарину. Берем лопаткой, чтобы не повреждать корешок. Корень виден аж здесь. Аккуратненько делаем перевалку. Так, чтобы растение не повредить. И после этого аккуратненько поливаем. Земли наша азарина на новом месте. А я вам сейчас покажу азарину, которую я собиралась поставить в холодильник. Но иногда бывает достаточно только напугать растение. И оно начинает расти. Посмотрите, какие маленькие. Четыре уже покрупнее. И пятая совсем маленькая растеница выросла. Конечно же, оно ждет своей пикировки. Я его сбрызгиваю каждое утро и каждый вечер. И сейчас я его совсем немного полью. Ну вот, посмотрите, какая выросла азарина 15 марта.